Про пожаловать в Киночек Ньюз. Глянем на нового Супермена, обсудим возвращение Дизеля в роли Ридика. Есть новости про второй сезон Среды, перезапуск Бегущего в Лабиринте и другое. Приятного просмотра. Последний заезд. С Форсаж 11 серия боевиков завершается. Дата выхода объявлена. На столе CCXP MX режиссер Летерье из Коллайдер заявил, что Форсаж 11 выйдет в кино в 2026. Возможно, именно 18 июня, когда была премьера первой части. Съемки начнутся в Лос-Анджелесе в начале 2025. Летерье отметил важность города для сериала и обещал поклонникам большое путешествие. Хотя многие детали не ясны, вроде возвращения Мамоа как Риос, кажется, что 11 серия вернется к корням. Вместо мировых миссий теперь акцент на большом перевороте, возможно, с гонкой на четверть мили. Это согласуется с планами сокращения расходов, недавно обсуждавшимися. Вроде новый фильм снимется дешевле, чтобы быть более прибыльным. Последние части франшизы приносили все меньше денег. Они хотят сыграть по-безопасному с завершением Форсажа. Вот он, новый человек из стали. Ганн дает нам первый взгляд на Корен Сведа в костюме Супермена на своем инстаграм. Можно увидеть Корен Сведа, Кента, сидят в квартире, одеваются, но, кажется, не спешат. Силуэт мегаполиса и странный лазер видны на заднем плане. Возможно, это угроза. В конечном итоге Супермен готовится к битве. Состояние его костюма указывает, что бои уже шли. Помимо актера Корен Света, в проекте участвуют другие звезды. Речь идет о Рэйчеле Броснахан, Лоис Лейн, Николасе Холте, Лексе Лютере, Натане Филлионе, Зеленом Фонаре и, предположительно, Миле Алкок из Дома Дракона в качестве супергерл. Фильм Супермен Джеймса Ганна открывает новую DCU. Релиз в кино 11 июля 2025. Wednesday с более чем 1-2 миллиарда часов просмотров стал одним из наиболее успешных сериалов Netflix. Перед бурной цифрой неудивительно предстоящее объявление второго сезона. Netflix объявил состав актеров. В главных ролях, конечно, актриса Джена Артега снова воплотит в себе упрямого подростка. Ей присоединятся Кэтрин Зетта Джонс, Луис Гусман и Исаак Ордоньес. Мы ожидаем и новых лиц. В их числе Стив Бушеми, Билли Пайпер, Кристофер Ллойд, уже игравший дядю Фестера в «Семейке Адамс», Джоанна Ламли, звезда «Мира Дикого Запада», Тандуин Ньютон и Хейли Джоэл Осмонд. Сериал снова продюсирует Тим Бертон, снова будет режиссером и с другими. Подробностей о сюжете второго сезона пока нет. Однако уже идут слухи, что Мартишия Адамс, матриарх «Семейки Адамс», сыграет куда большую роль во втором сезоне. Конец первого сезона определенно предлагает большой простор для захватывающего сюжета. Как говорит Джена Артега, это будет страшнее, чем раньше. Съемки в Венздей идут в Ирландии. Возможность посмотреть новые серии в этом году под вопросом. Возвращаемся в Средиземье. Два проекта «Мира Толкина», второй сезон «Колец власти» и «Война Рахи Рим». Ворнер уже планирует крупные проекты. Энди Серкис режиссирует живой фильм. Охота на Голума в начальной стадии разработки сценария. Энди Серкис, актер Голума, станет режиссером и главным актером. Продюсеры — Питер Джексон, Фрэн Уолш, Филиппа Абаянс. Трио будет контролировать каждый этап производства. «Фэнтезийное приключение» выйдет в 2026 году, но точная дата неизвестна. Ворнер анонсировала фильмы по «Властелину колец» в 2023 году. Охота на Голума — начало новой волны фильмов. В восторге. Новости Игры престолов. «Рыцарь семи королевств» продолжает обрастать подробностями. Как сообщает The Hollywood Reporter, HBO привлекло Оуэна Харриса, ответственного за несколько серий сериала Netflix «Черное зеркало». Харрис будет режиссировать первые три эпизода «Рыцаря семи королевств» и участвует в проекте в качестве продюсера. Разработка «Курьер» услужливо принял количество эпизодов «Рыцаря семи королевств». Первый сезон получит шесть серий. Обещает более компактное вступление по сравнению с «Игрой престолов» и «Домом дракона». Решение кажется разумным, учитывая, что 160-страничный оригинальный текст Джорджа Р. Р. Мартина был также достаточно коротким. Сюжет сериала разворачивается до событий «Игры престолов» и рассказывает историю молодого и наивного странствующего рыцаря Дункана, путешествующего по стране со своим оруженосцем-яйцем и испытывающего приключения. Знакомые с «Игрой престолов» знают, что оруженосец Эгг – Эйгон, Таргарин V. Главные роли – Питер Клаффи и Декстер Сол Ансель. Сериал может выйти в эфир летом 2025 года. Первому «Бегущему в лабиринте» 10 лет, но Дисней планирует мягкую перезагрузку. Как сообщает The Hollywood Reporter, это не просто пересказ трех фильмов, но новое приключение из вселенной «Бегущего в лабиринте». Начало новой трилогии. Дисней наняла Джека Пеглэна, участника «Трансцендентности» и «Завета с инопланетянами» для написания сценария фильма. Большая часть съемочной группы вернется. Пока открыт вопрос о директоре, Вестбол – только продюсер. Точный сюжет нового «Бегущего в лабиринте» неизвестен. Создатели продолжают или дополняют сюжет. The Hollywood Reporter Сюжет может снова оказаться вокруг группы молодых людей, борющихся за жизнь. Дата выхода неизвестна. 11 лет назад заявлено о «Ридик-4» с вином дизелем, но пока мало что произошло. Ожидание закончилось. «Ридик-4» «Фурия» начинаются в августе. «Рэйти» сообщает. Первый дубль – 26 августа. Ожидаемый сиквел продолжает «Черную дыру» 2000, «Хроники Ридика» 2004 и «Ридика» 2013. Снимается в Германии, Испании, Великобритании. Снова история вращается вокруг антигероя Ричарда Б. Ридика, Вин Дизель, вернувшегося на свою родную «Фурию», сражаться с монстром с фурианцами. Дэвид Туи, режиссер предыдущих частей, вновь ответственен за сценарий и режиссуру. Пока неизвестно, кто будет перед камерой с вином дизелем. С нетерпением ждем, удастся ли «Ридику» Фурии не отставать от своих предшественников в плане жесткости и мрачности. Дата релиза пока не назначена. От «Росомахи» до «Робин Гуда». После Эррола Флинна и Кевина Костнера, между прочим, любимец Голливуда Хью Джекман, теперь также вживается в роль культового персонажа. Однако на этот раз в совершенно иной версии, чем его предшественники. По информации Deadline, Джекман исполнит новую интерпретацию героя в «Смерти Робин Гуда», не похожую на его предшественников. Худ представлен одиночкой, борющимся с прошлым полное преступлений и убийств. Тяжело раненый, он отдает себя на попечение Джоди Коммер, которая предлагает искупление. Режиссер Майкл Черноски рад возможности снять приземленного Робина Гуда. Обещает новую интерпретацию классической истории. Сможем ли мы ожидать фильм вроде Логана в средневековой обстановке, съемки «Смерти Робина Гуда» начнутся в феврале 2025-го, поэтому фильм, скорее всего, доступен не раньше 2026-го года.